Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о тех событиях, которые заинтересовали нас на минувшей неделе. Ну, конечно же, самым ярким событием для всех учащихся на минувшей неделе стало 1 сентября. Вот мы и решили поговорить о том, как этот праздник отмечают в других странах и отмечают ли вообще. Первый день осени в нашей стране известен как День знаний. Начало учебного года в российских школах, высших и средних учебных заведениях – праздник для огромного количества детей, их родителей, а также работников учебных заведений. Во времена Петра Великого обучение в некоторых школах и гимназиях начиналось в конце августа, в середине сентября или даже в октябре. А в сельских школах грамоте и вовсе начинали учить только в декабре. Несмотря на то, что 1 сентября считается международным Днем знаний, история праздника в других странах отличается. Например, в Германии учебный год начинается в середине октября, а в Австралии – в феврале. В Японии первый звонок звенит в апреле, а заканчивается учебный год там лишь в марте следующего года. В США и вовсе нет точной даты начала нового учебного года. Дату определяет самостоятельно каждый округ. В каких-то штатах дети идут в школу в конце июля, в каких-то – в августе, а в каких-то – в сентябре. 1 сентября День знаний традиционно отмечается в странах бывшего СССР – Армении, Молдавии, Белоруссии, Туркменистане, Казахстане. В этих странах празднование 1 сентября, как и в России, совпадает с началом нового учебного года. Ну а тем временем библиотека имени Горького собрала в этот день на торжественные мероприятия детей с ограниченными возможностями. Ведь они гораздо в большей степени, чем здоровые дети, нуждаются в празднике. В обществе меняется отношение к инвалидам. Если раньше их практически невозможно было встретить на улице, потому как им было сложно выйти из дома, сейчас на общественных зданиях и даже подъездах жилых домов появляются пандусы. Для людей с ограниченными возможностями открываются спортивные секции, налажено дистанционное обучение. Многое из этого стало возможным благодаря госпрограмме «Доступная среда», которая действует в нашей области с этого года. И сейчас уже можно встретить группу людей с инвалидностью на базе отдыха, в музее или библиотеке. Именно в библиотеке начали новый учебный год воспитанники коррекционной школы-интерната «Вера». Первый урок не за партой, а в настоящем книжном царстве. Для воспитанников коррекционной школы-интерната «Вера» это уже стало традицией. Сотрудничеству школы и областной библиотеки имени Горького несколько лет. Здесь дети чувствуют себя обычными читателями. Если особенными, то никак не изгоями общества. Первого сентября нам очень приятно, что уже третий год подряд открываются двери вот этого замечательного учреждения, библиотеки нашей для деток с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня очень праздничный день. Почему? Потому что наши детки, основная цель их обучения – это социальная адаптация. И очень приятно, что они не замыкаются в стенах нашего образовательного учреждения, а посещают другие социокультурные объекты нашего города. В библиотечных аудиториях ребята играли, смотрели мультфильмы, участвовали в конкурсах, благодаря опытным педагогам узнавали что-то новое. И самое главное – чувствовали себя счастливыми. Реальность такова, что люди с тяжелым заболеванием часто остаются в одиночестве. К счастью, общество меняется к лучшему. И ответ на вопрос, прятать ли инвалидов по их комнатушкам, чтобы не мешали жить здоровым людям, или же направлять силы и средства на то, чтобы сделать их жизнь полноценной, очевиден. Долгосрочное сотрудничество ведущей библиотеки региона с детской коррекционной школой – яркое тому подтверждение. С этой школой-интернатом мы сотрудничаем вообще очень тесно. В четверть, как минимум, один раз дети обязательно бывают у нас. Библиотека делает все необходимое для того, чтобы обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке имени Горького созданы условия для самых разных категорий читателей. Здесь есть пандусы для колясочников, большие лифты, а недавно появилось приспособление для подъема колясок по ступенькам. Один за другим оборудуются под нужды инвалидов и другие объекты культуры региона. Ведь если природа чем-то обделила человека, она обязательно наградила его чем-то другим. И в наших силах помочь особенным людям найти свой талант. Иногда наша съемочная группа встречает людей, которые доказывают, что даже серьезный недуг – это еще не повод унывать. Вот, например, известный в Рязани дизайнер Женя Семенова. Несмотря на серьезную болезнь, пожалуй, более оптимистичного человека сложно найти. Этой хрупкой девушке, которой при первой встрече дают не больше 10 лет, на самом деле 23 года. Тяжелая болезнь, хроническая почечная недостаточность отразилась на ее внешности, будто бы оставив в детстве, но не сломила Женю. Сегодня она является одним из самых перспективных и талантливых дизайнеров города. Женя занимается моделированием одежды чуть больше двух лет, хотя о подобной творческой профессии она мечтала очень давно. Чуть ли не с самого детства, но первоначальное было желание стать художником. Но я и до сих пор больше всего люблю творить, рисовать, это вот самое любимое. И решила все-таки поступать в Рязанское училище на дизайнера-модельера. Они были последние, их закрыли. И сразу, когда узнала, потому что раньше, оказывается, этого не было, я сразу туда, документы бегом туда, и поступила, закончила все отлично. Первая коллекция не заставила себя долго ждать. Женя приняла довольно смелое решение и сделала ее из кожи. Это было решение очень тяжело принять, потому что все-таки кожа натуральная очень дорого стоит. И очень долго, конечно, думали, делать ее или нет. И все-таки сделай. Но со мной работала Татьяна Болдова, и мы как бы под этой гидой, два дизайнера. Ну, там было, как я придумываю, она все это исполняла, потому что она мастер по коже. Вот. Мне было с ней практически вообще не было проблем работать, потому что у меня как бы мысль только появилась, и как бы телепортом она к ней сразу. Впервые эту коллекцию увидели на Окских сезонах. Там она заняла первое место. Потом дизайнерская кожа отправилась в Москву на фестиваль Fashion House и снова стала первой. Кожа очень всем понравилась, когда выходила кожа. Это даже непонятно, что кожа, потому что там вот эти платья, это нереально представить, что это из кожи. Особенно, когда свадебное платье выходит, все такие, ух ты. А когда сказали, что это кожа, они правда. Действительно, тончайшая кожа выглядит нежно и воздушно. В таких нарядах девушка будет чувствовать себя королевой как в повседневной жизни, так и на праздничных мероприятиях. Все узоры, украшающие коллекцию, выбивались вручную, так что ее успех вполне обоснован. Кстати, кожаные наряды оценил даже сам Вячеслав Зайцев. С Вячеславом Зайцевым я познакомилась. Это было в Иваново на текстильный салон. То есть он создатель этого фестиваля. Он вообще очень любит это. Даже если он себя плохо чувствует или вообще не может там разговаривать, он все равно туда приедет. Я с ним там познакомилась, очень такой добродушный человек. То есть нет вот этого пафоса, который бывает обычно у звезд. Мне прям с ним понравилось общаться. И с первого показа, там было два показа, с первого показа отбирали, кто будет на галопоказе у него. И я как бы выиграла. Были и еще коллекции. Так, например, две последних, «Северную ночь» и «Киви» рязанцы могли увидеть не только на показах специальных фестивалей, но и на праздновании Дня города. Везде идеи Жени вызывают неподдельный восторг у зрителей. Но вот покупать и носить дизайнерскую одежду в Рязани пока еще готовы далеко не все. На мой взгляд, я с этим уже столкнулась. И я считаю, что это не только мое мнение, но мнение остальных, что Рязань очень тяжело продвинуть дизайн как такового. Потому что Рязань сама по себе, она стереотипы. То есть они боятся чего-то нового. Они, например, видят, им этого хочется. Они хотят это купить, но что-то им этого не дает. То есть они этого боятся. А как таково дизайн, новаторство в одежде очень тяжело продвинуть. Ну, я не знаю, может быть, когда-нибудь со временем Рязань все-таки станет тем городом, который будет все знать, опа, ну, в Рязани такой дизайн хороший, все, молодцы люди, да. А так нет. Самый главный дизайн – это Москва и Питер. Там это воспринимают нормально, как данность тому. Но в Рязани этого нет. Однако, глядя на оптимистичную Женю, начинаешь верить в ее силах продвинуть дизайн в нашем городе. Я никогда не люблю выступать. Я хоть буду, я не знаю, если мне даже будет плохо, буду вот так вот, ой, все, не могу. Я все равно пойду вперед и буду делать все для того, чтобы все видели вот это творчество, чтобы все ее смотрели. Без этого никак. Потому что каждому художнику хочется знать, что кто-то это признал, это кому-то нравится, и видеть, конечно, людей в твоей одежде. Женя не привыкла сидеть сложа руки. Она буквально фонтанирует идеями. Готовит новые коллекции и учится сразу в двух высших учебных заведениях. Ну а что мне еще делать? Я никуда практически не хожу. Только вот учиться всегда интересно. Я не знаю, почему некоторые говорят, что это, ой, как надоело, скучно. А мне всегда интересно что-то новое узнавать. Уже небольшое будущее. Уже сейчас ее работой интересуются многие. Ее приглашают на различные выставки, показы, фестивали. Но пока в силу определенных обстоятельств, связанных с ее здоровьем, откликаться на все предложения молодой дизайнер не может. Самая главная мечта, ну то, что у меня вот проблемы с передвижением, это вот ноги, конечно, побыстрее сделать операцию. Это самое главное. Тогда будешь полностью свободен и можешь ехать куда угодно, потому что все приглашают. Но вот один минус, что из-за своей болезни не получается выехать. Женя длительное время находится на гемодиализе. Так что ей просто необходима операция. И чем скорее, тем лучше. От этого зависит ее жизнь. Конечно, все упирается в деньги. 3,5 миллиона рублей. Именно такая сумма, неподъемная для Жениной семьи, требуется на операцию. Однако каждый из нас в силах помочь этой талантливой девушке начать новую жизнь, полную не только творческих идей, но и здоровья. Если у вас есть желание и возможность помочь Жене, звоните по указанным на экране телефоном. Ну а в Рязанском художественном музее открылась очередная выставка. На этот раз художник из Пензы представил рязанцам три измерения. Персональная выставка пензенского художника Вячеслава Варнашова носит интригующее название «Три измерения». И это не случайно. Коллекция из нескольких десятков картин удивляет и очаровывает своей нетипичностью. По словам специалистов, работы художников привлекают внимание прежде всего необычностью манеры автора. Художник владеет не только классическими приемами живописи, но и является, по сути, изобретателем новой корпусной техники. Многие его полотна имеют вид объемных макетов, почти барельефов. В такой манере написаны городские пейзажи, натюрморты. Я бы хотел своей выставкой принести побольше радости, и чтобы как-то вот, ну, не только рязанский, а просто человек оценил искусством. Понимаете, это на самом деле, это каждого человека касается. Это идет параллельный мир, который мы... У нас не то времени хватает, не то что-то нас отвлекает. Но когда человек находится наедине с самим собой, вот, ему, ну, очень приятно. Он себя чувствует как-то более уверенно. И он может помечтать там, почувствовать себя более сильно. Как рассказал журналистам сам художник, название экспозиции символично и подразумевает прошлое, настоящее и будущее. По его словам, в творчестве очень много точек зрения, какие-то моменты. Мастерство позволяет затрагивать, а какие-то художник не знает, как сделать. Вот откуда у мастера взялся объем, заменяющий в некотором роде воздушную перспективу. Если правильно осветить работу, зритель сможет увидеть первый, второй и третий план, как на сцене театра. Помимо уникальной манеры изображения, нельзя не заметить роскошные рамы. Каждая из работ подобрана индивидуальная, ручной работой, изготовленная близким другом художника. Здесь работы, которые здесь мы видим, они немножко задевают прошлое, настоящее и будущее. То, что прошлое превращается у нас в сказки, в былины, я представил эти, настоящее, что мы сегодня видим. Тоже есть несколько работ сделано по миру, мы так пробежались, я привез несколько работ по Италии. Вот, даже есть Рязанский Кремль, здесь я его писал год назад, приезжал сюда к рязанским друзьям и, в общем, посмотрели, как идет реставрация. И очень, мне очень нравится, уютный такой, пахнет такой, какой-то, понимаете, ну, русской стариной такой, в общем, истории. Вот, и поэтому хотелось бы в него вложить как можно больше эмоций. Варнашов в своей технике рисует и реалистичные натюрморты, и классические пейзажи, а в Рязани представлены его фантазийные картины с образами из сказок и мифов. Бережное отношение к истории и мировому фольклору, творческое переосмысление символов прошлых веков и тысячелетий превращает полотна художников в картины-головоломки, для расшифровки которых придется как следует подумать. Сюрпризом для жителей нашего города стала работа с изображением Рязанского Кремля. Выставка открыта для просмотра в зале второго этажа музея до 28 сентября. Ну а на этом наш первый осенний выпуск подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова